Поддерживаем новые интересные проекты, которые у нас возникают в Краснодаре, образовываются в Краснодарском крае, в Южном федеральном округе. Наши двери, двери нашего кинотеатра всегда открыты для новых интересных проектов. Поэтому авторам и создателям, конечно же, в первую очередь признания, успеха, коммерческого успеха. Еще хочу выразить благодарность рекламному дому Кубани, спонсору нашего мероприятия. Сейчас мы и начнем с фильма «Марападсуца» режиссера Игоря Горкушенко. Он недавно вернулся из Каннского кинофестиваля. Поприветствуем его. Фильм снят на основе картин Сергея Дмитриевича Воржева. Он сегодня тоже с нами. Спасибо вам большое. В фильме также присутствует музыка Кубанского казачьего хора. И среди нас сегодня присутствует директор хора Анатолий Евгеньевич Арефьев. Поприветствуем его. Также к нам сегодня приехал из солнечной напы автор сценария второго фильма под названием «Булл Энн». Зовут его Сергей Львин. Ну, и я, ваш покорный слуга, продюсер этих двух фильмов. Желаю вам приятного просмотра. Дальше будет обсуждение. Работы впечатлили. Вас впечатлили работой. Меня тоже. И я захотел взять мультфильм. Предложил Сергею Николичу. Он сказал, давай сделаем. И пошла работа. Кубанская вся тема, все левистическая. Хотелось музыку. Мы обратились к Кубанскому хору. Нам дали добро. Спасибо. Получилось вот так. Спасибо, РДК. Поездка фантастическая. Канны. Прекрасная. Приняли хорошо. Мы в каталоге. Мы в ихней видеотеке. Навсегда пока есть фестиваль. Это Канны. Канны, господи. Я родом из станицы Варениковской. Повезло мне очень жить и родиться в этой станице. Это идея фильма. Оттуда все. Рисовать я начал с трех лет. И мне бабушка подарила цветные карандаши. Я понял, что я буду художником. Потому что они пахли вообще замечательно. Помните, как карандаши пахнут цветные? Самое главное забыл. Когда я был маленьким, у станицы был дед Гирич. Это была настоящая его кликуха. Дед Гирич. На двух лошадях. На Мажаре. Мажаре это здоровенная телега такая. Я ездил по Варениковке в обед обычно. И кричал. Кто будет железо сдавать, тот будет на Марапацуцах летать. Мы не знали, что было. Но это так загадочно звучало. И мы все, что было. Утюги. Какие-то там. Все, что было железо. Алюминиевое, бронзовое, медное, чугунное. Все отдавали к деду Гиричу. А ты будешь на Марапацуцах летать. Почему есть успех? Потому что эта работа претендует, естественно, на продолжение. Потому что то количество произведений, которые есть у Сергея Воржева, можно выпускать целая сериалка. А я услышал запах Кубани. И это бесконечная история. Тем более, что для продолжения этой истории мы готовы предоставить любое количество произведений, чтобы люди понимали, на чем основывается и основываться будет успех этой картины. Я уверен, что эти три слагаемых, которые есть Игорь, Сергей Воржев и Виктор Захаченко со своими песнями, которые он записывал, так же, как и Сергей Воржев в станицах Краснодарского края, обречены на успех. Спасибо. Мы уже с Сережей знакомы долгие-долгие годы. Я поклонник его творчества. Не потому что сегодня ночью обязательно говорить какие-то хорошие слова. Ну, действительно, Воржев – это явление в нашей не только кубанской, но и русской культуре. И я, посмотрев сегодня фильм, все пытался понять вообще, что это такое. Потом для самого себя я подумал, что, наверное, это фантастическая реальность. Потому что фантастика, да, так сказать, вот то, что мы видим, достаточно фантастично, а с другой стороны, совершенно реально. Все эти герои, все эти люди. А хочу сказать, что для меня вот открытие Игоря. Потому что, ну, есть, живут люди рядом, да. Ну, такой неприметный молодой человек. Вот он здесь недавно был на одном моем мероприятии. Потом я говорю, ну, посиди, останься. Он взял и смылся. Это замечательно, что такие люди, как вы, есть на Белом Свете, что вы делаете такие замечательные фильмы. Мне кажется, что этот фильм переполнен, несмотря на вот такие, достаточно там есть, ночные сцены, переполнен самым главным, Кубанским Солнцем. Вот ощущением радости от того, что ты живешь на Белом Свете, и невероятной философичностью фильма. Я очень счастлив, что я сегодня посмотрел его. Я давно хотел это сделать. И горжусь тем, что рядом со мной живут люди, которые сделают замечательный фильм. Спасибо большое. Это, на мой взгляд, даже не сколько мультфильм, сколько стихотворение. Это очень поэтичное произведение, в котором в единое слились поэтика картин, поэтика музыки и поэтика Кубани. И благодаря вот этим трем уникальным факторам мы имеем совершенно невероятный поэмоциональному воздействию очень красивый, лирический, глубокий и мечтательный продукт. Нет, продукт даже не то это слово. Это настоящее кино. И я всех вас и нас поздравляю с тем, что сегодня такой праздник кино уже начался. Надеюсь, что продолжение будет не хуже. Вот когда я писал новеллу «Рыжая бестия» для этого сборника, у меня была еще в голове вертелась идея, что было бы неплохо сделать такой триллер на основе докучной сказочки про белого бычка. И потом я подумал, что это будет интересно не в форме текста, а в форме комикса. Поскольку я сам довольно-таки давно увлекаюсь комиксами, коллекционирую, довольно много про это читаю, изучаю, мне захотелось создать собственный комикс. И благодаря анапскому художнику Илье Копаневу, он является автором, оформителем всех практически иллюстраций к этой книге, мы с ним встретились. Кстати, это было в киноцентре «Монитор» в Анапе. Сели и сделали шестистраничную раскадровочку от такого вот комикса под названием «Блэк Энд». Вот потом, вот как Алексей рассказал, появился идеей сначала его анимировать, но Игорь решил пойти по своему пути. Белый бычок у него стал черным. Селеньким. Ну таким, да. И получилось действительно очень молниеносно, мощно, страшно. Все, как должно было быть. Это достаточно впечатляюще, так сказать, страшно. Когда он улетел там вот в климат впасть, и этот, и прямо на меня, то я, так сказать, зажмурился. И думаю, господи, спасибо, Пичков, что я суть кино смотрелся что-то раньше, до этого фильма. Я думаю, что все это, эксперименты такие возможны. И я вообще считаю, знаете, китайцы говорят, пусть расцветают цветы самых разных оттенков. Спасибо. 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 Спасибо.